Если ты, например, стоишь один в один, то где-то есть саппорт. Противник, который уже рядом, который или король твоего курьера, или готовит выход на тебя. Если ты стоишь не один, а с кем-то в помощь, значит их двое вокруг тебя. И допуская, что Миран на сегодня исполняет роль саппорта, скорее всего, инвокер будет стоять против кого-то, плюс шедлу демона, плюс патма. Или же против патмы просто с шедлу демоном, выходящим периодически, и будет ему тут не очень комфортно играть. Ну ладно. Ну вот, и также флипсайды по поводу вот этого Нюкса. Это тот герой, которого они берут чуть ли не каждую игру. Это единственный их герой, с которым у них хорошо получается. Потому что теперь Оракул, у них был за последние месяцы взят 7 раз, 0 венрейт. Там куча других героев, венрейт 25 или около 0. С Нюксом они хотя бы побеждают. И вот такие дела, и действительно добирается еще и Морф. У нас получается, что, наверное, Медовой Морф. Луна в легкую, наверное, и Патма в харду, но не факт. Возможно, Морфа в саппорте сделают. Не, возможно, у нас как бы Нюкс в харду. Бира на Шадоу Демон саппорты. Морф на изилейн. Хотя, не знаю, как-то странно все получается. Ой-ой-ой. Дота сломалась. Да, меня тоже выкинуло и не пускает. У меня там портрет, знаешь, так вот задергались портретики. Так, сейчас реконнектимся, и все будет хорошо. Да, вылетели не только мы с тобой, еще некоторые игроки, так что все нормально. Если можно так назвать, да, если можно так сказать, что нормально. Да, кстати, вот по поводу того, какие команды уже покинули турнир в первом матче плей-оффа. Там было все матчи в формате Best of 1. И у нас Альянсы не справились, отлетели от друзьяшек. Также у нас ПР не справились, отлетели от Империал. Ну, из именитых еще вот не справились у нас Фантастик 5, которые краски проиграли команде Flipside Tactics. Ну, и вчера же был один рулетка. Да, да. И каждая команда могла выиграть и играть. Ну, то есть, всего один раз надо было стрельнуть. А сегодня уже все матчи, сегодняшние, точнее дня, начинаются в БУ-3 формате. Поэтому каждая из команд имеет шанс и право на ошибку. Ну, да, кстати, вот был матч прошлый, там Адекват комментировал. Это про Dota и Escape. Там было, ну, так, знаешь, уже как бы серьезный подход. Несмотря на то, что, как бы, призовой там 5 тысяч долларов, и, казалось бы, ну, вот, не самый, как бы, важный турнир отчасти, но там все было так вот осторожно от команд. Именно в третьей карте боялись, боялись всего. Ну, санстрайк, стандартный, в принципе. Санстрайк был до смока, то есть они спалили, что есть смок, что, скорее всего, поехал кто-нибудь куда-нибудь вардить. Должны они на это сейчас сделать какие-то свои выводы, может быть, поискать какие-то нестандартные варды. Ну да, обычно именно с этой целью прожимают смоки на фонтане. Явно не для какого-то выхода, там, ганг и так далее, а для того, чтобы вард поставить. И как тебе вот настолько нестандартный вард? Очень нестандартный. Это, знаешь, как хочешь что-то спрятать, спрячь на видном месте. Но, сорян, ПВН говорит, не-а. Этот парень достаточно хорош, чтобы такой вард найти. Да. Да, ну давайте, пожалуй, посмотрим, кто на ком играет у нас. Клипсайды. За Радиан Седой у нас. На Луне в Ванскор. На Шадоу Демоне Роджер у нас. На Морфе ТВМ, он же Крэзи. На Миране, ну и Шачло на Нюкс Ассаси. Но против них левел ап за Дайр, ПВН Огрмак, Эмперор на войде, Чиси на замене, Сларк, Вагомама Инвокер и Дэнзе Даззл. Как-то так они себя сегодня позиционируют. Вообще, по идее, первоначально Вагу брали как керри-героя. Ну, как видишь, вчера играл в миду, сегодня играет на медлине тоже. Видимо, какие-то перестановки у них. Небольшие в коллективе. Так, ну и смотрим выход на Руну. Вчетвером выходит, показывает, что хотят ее забрать, что Шадоу Демас Патмой здесь ничего не добьются. И Руна-то в топе, похоже, что тоже достанется левелапом. Не бежит туда ни Нюкс, не бежит туда Патма. И Даззл сейчас, мимо пробегая, обрадуется. И, скорее всего, заберет. Ты идешь и просто сотку нашел на земле. Или там в кармане после зимы нашел. Довольный. Ну и неплохо то, что они решили поставить 2-1-2, потому что в топе против Нюкса тебе сильные три героя не нужны. Ты можешь своими этими двумя стоять. А Огр плюс Войт достаточно сильная патия, чтобы навалять в луне и лишить демона. Ну, посмотрим, что же будет с Морфом вот этим. Ты посмотри на этого Морфа. Я в какой-то момент говорил, что, возможно, Морф будет сопортивный. И думал, что он будет настолько сопортивный. Здесь вот такая фишка, что делает Морфа, который качает себе Adaptive Strike и перекачивается в фулл силу. И вы даете даже на лоу-левелах очень долгие станы. 1.25 на первом, 2.25 на третьем уровне и так далее. Ну вот. И куда-то пришел, и очень издалека даешь стан. Пришел на следующую линию, у тебя малый кулдаун, долгий стан, даешь еще один, и снова где-то кого-то можно убивать. И вот видишь, здесь Морф решил вот так вот уровень получать прямо с лесу. Все как надо проел, все как надо простоял, по стакал. По съеданию деревьев, сделал все верно у нас, Роджер. Да, я тут немножко поднастраиваю, потому что у меня из обновления Windows летело все. И все по-свежему, я смотрю там, и звук снова на 100 в скайпе выкрутился, немножко пришлось приглушить тебя. Казал бы я мог у себя... Да нет, нормально, я лучше так выровняю, проще. Дело твое? Мое дело иногда говорит громче, громче, и еще громче, а потом нормально. Потише, погромче. Типа того. Порать-то можно. Действительно, почему бы и нет. Так, ну в принципе, по линиям пока все норм-таки спокойно. Но правда ПВМ понял, что что-то здесь неладное, и где же Роджер? А вот он, а он перекачан, кстати. С 200-х он видит этого Огра. В любом случае, как минимум, экспириенс сейчас отличает, поэтому ему норм. Ну да. Но убить быстро он, наверное, Марфа не сможет из-за вот этой самой перекачки. То есть и пока ты размахнешься, пока отдашь косты, вот он успеет себе доп хп налить. Но опять же, он может все еще идти и просто экспириенс-экспириенс забирать. И на самом деле, он не мог попытаться скомбинить под Sun Strike. Ну да, там все-таки вот хп у него мало, там 160 хп, ай. И попадая чуть-чуть, решил Роджер не фармить, потому что видел Логр снова. Ну смотри, все равно разбинает больно. Не, не до конца, не это дело, но все равно, вот размял, хорошо. Если бы в Sun Strike попали, это бы точно был фраг. Ну да, он полностью был там перекачан. Ой, Вагомама, стрелу в спину. все, наоборот, вот пока под лакрити мог бы на самом деле и убить по тому, потому что у нее все в кулдауне. Дайс, обдать, там, и, может урона бы и хватило. Sun Strike был. Уже в Sun Strike на самом деле не было, у него не хватило бы маны после кулдснапа, но что-то одного на дополнительном хватило. Или, или, и возможно хватило бы. Потому что под Малкут, у нее не очень много урона, она не очень быстро бьет. Вот 1.25 для героя на ловкость, но это вообще не цифра. Или угол на его на 1.29. Я не знаю, что обе женщины не очень расторопные. Ну да, в принципе. Кстати, такой Мосс Ларк с таким интересным паунсом. Я такой не видел картинки. Посмотрим, красивый. Ну я в последнее время почему-то по шмоточкам свое завязал. Да, завязал. Я завязал. Анонимные там шматоголики, курсы, все дела. Руна отжали у Крэзи, правда отжал свой тиммейт, а снизу руна сжает регена у нас Огермак. Да. С криком ботал лустой. Регенерация! Ну, кстати, он к себе не качал, вот на втором левеле станчик решил под лодластом просто всех напрягать. Большой красный и будет убивать. Так, ну и что, инвокер-то? Сейчас получит себе шестой. Да это ему ничего не добавит, а вот под ма в шестом ульту не взяла. Я к этому как бы фору дала. Могла бы какую-нибудь ульту попытаться взять и где-то напрягать, потому что второй лип это не самая нужная штука тебе. Страк там пошел куда-то и снова комбинация была по всей виду на Джорджера, но... Как-то не удалось. Вейформой, наверное, заявил. Я не смотрел туда, если честно. Я тоже не успел, слышал звук, но сначала не понял куда он летит, а потом уже сообразил, что попытка номер два. Абузи, ты посмотри, приехал в бурьер, до фуллов поставили вард и тут же перезарядили Боттл дальше. Просто опять же, мне очень понятно, почему именно второй лип взят в ущерб стреле, в ущерб пульте и так далее. Ульту. Кстати, да. Вот выход, комбинация стандартная, а тут форж блочит, ну, вагамама хорошая. Нет, нет, обили. Ну, не зря в кабуле угорал. Не зря. Оправдано все. Ну, видишь, там еще очень его сильно подсевил инфлюкс дроп. Да-да, ну, в принципе, как бы... То, что у него он был, да, то есть он первый. Форжи тоже был хорош. Форжи был хорош, нет, ну, форжа ты должен набивать, играя так. Это понятно, знаешь, как, прийти фурионом закрыть, говоришь, подмей, давай, стирляй, а там весь теньков стоит, улыбается, просто вокруг тебя. Так и тут, ну, надо было с руки добивать форжа, там была обстирала, там урона хватило. Ну, кстати, вот ПВМ в который раз сжимает руну, теперь прокачал он дабл дэмэдж и пошел воевать. Все время находит полезную руну, то есть нашел инвиз, нашел эрген, нашел дэдэ, в балансе руна всегда в топе. Да, неплохо, неплохо. Единственный плюс из этого забега Шедлудемна, то, что инвокер по хп пробили, он некоторое время вынужден потратить на подриген и прямо сейчас не может выйти крепаться и Патмай вырывается вперед по Крипстату. Ну, кстати, по Крипстату, как бы да, Патмай неплохо, но там 42 на 20 у Сларка и 30 на 11 у Вайда, это больше, чем у вражеского Керри и не очень хороший знак для флипсайдов. На самом деле, по поводу Вайда он такт 6 левел взял, то есть сейчас прыгает, дает хроносферу, если попадает в шедлу демона и он не может спят в луну, то это точно фраг. Именно фишка в том, видишь, как он скоро стоит, тоже понимает, что Вайд может сейчас синициировать и ему надо обязательно прятать луну будет. Вот он стоит, не светится, его тут точно не было видно. Захочет ли Вайд лезть или не захочет, пока непонятно. Но на будущее у них, наверное, из такого приятного, что есть Огр, это Бубласт будет на Вайде висеть и на Сларке, поэтому у них оба героя имеют возможность один из итемов собирать там какой-нибудь грубый физдэмэдж без каких-то папочек и прочее, потому что тебе не очень нужна атака спида и прочее, у тебя все будет. Можно просто набирать урон и тот живой очень рад такому. Я вчера заходил к вам на трансляцию, вы там обсуждали вот по поводу видосика и хотел, что у тебя много комбинаций как убить трон с удара. Получилось? Пусть семь раз. Семь или восемь. Неплохо. Ну там я НС еще написал, типа я не угадал его способ, но он написал, что было бы здорово, если бы я не говорил про ВТФ-мод, тогда бы народ думал, а то с ВТФ ну очень много нас таков, всяких разных абузов и так далее, поэтому все работает. Ну в принципе, ты видел видосик, там записывал НС Развитил в Миссисипи или как это, как речка название, забыл никнейм. Товарища, он там через Ларкова убивал Настаканова. Ну да, я проводил просчеты, там нападают на ПВМ, чуть-чуть не хватило. Там суть в чем, ты можешь набрать очень много бафов за счет ЧН и Венги, за счет Рубик, который ворует чужие бафы и так далее. И по моим просчетам тебе там примерно в 600 белого урона надо выйти с героя при определенном закупе. И вот при этом при этом закупе Сларк может настакать себе за счет... Вага Мама в опасности, но двойной с Сарсом не сработал, но стрела имеется и Вага Мама в доверну. Ну да. Телепорт, таких запоздалых. Даже Водит приехал, но они как-то совсем долго реагировали. Мне, кстати, я стрелал этот видосик, мне там понравилась такая, знаешь, фишка, как бы, как он продумал, вот как Сларком настакать много стаковать, чтобы ты не убил Абадон с ультой. Нет, там был Тайд Кантер с шестью Бладстоунами и как бы был Тайд плюс рядом Андерлорд. И то есть как бы Энчерс Мэш плюс пассив к Андерлорда и там урона было сколько получается, там порядка процентов восьми остается у Сларка. После всех дебапов, то есть он не проливал. За что тебе мешает просто бить Абадон в ульте в бесконечном? Ну это ВТФ, а это без ВТФ. Ну без ВТФ, окей. Все равно, то есть без ВТФ ты тратишь двух героев, которые тебе баф не дают, поэтому тебе урона может не хватить. Нет, там хватило, он с удара убил. Я видел видосик. Потому что это сложный вариант, потому что тебе надо максимальные стаки набирать и вот... Ну да, там две минуты он бил, взял ДДшку еще сверху, и то есть две минуты просто стаки А нет, ДДД-то я учитывал, Андрей, комбина классная, то есть адаптив страйк лицой и сразу стрела под это летит. Это не сразу стрела, у тебя есть морф, у которого куллаун на стан 10 секунд и 3.25 он висит. И вот эти 3 секунды таргетного стана у тебя кто угодно что угодно может дать. У тебя может дать луна свой рассказ, у тебя может нигде подойти спокойно подкопать, у тебя под маму может попасть стрелой. И морфа так и будет. И к тому же, помимо всего вот этого великолепия стана, он еще крайне мобильный на счет твоей формы. То есть ты его не видишь и он вкатывается к тебе за вот эту вот лютую рейнджу, там не знаю сколько у него 800, не 800 рейнджи, около того. И еще на те же 800 сверху дает адаптив страйк. То есть 1600 рейнджи опасности от морфа. И ты не знаешь, он может через текстуры есть и так далее. Это довольно обусловная штука. И играть против такого крайне неприятно, если у тебя герой не имеет какой-то возможности заиведить летящий в тебя снаряд. Потому что опять же адаптив страйк не инста влетает, поэтому какой-нибудь там Queen of Pain может игрок успеть сделать блин, какого-нибудь там вайда просто отпрыгнуть хотя бы с опасной территории куда-нибудь под свою вышку и так далее. Тут конечно очень тяжело играть, то есть ты вынужден держать доп. героя постоянно у тебя за спиной и то этого может не хватить. Ты будет готов ставить купол, сейчас уже замахивался, но решил, что пока... Увидели яд, что выделяем она вылетающий сбоку, то есть ты закрываешь луну, он ее прячет. Ну как туда. Да, как бы все просто. Там на топе, я смотрю, Шачло. Чувствую себя в безопасности, ничего не боится. Он в парме даже Сларка зонит неплохо. Ну у нас так вот занимают позицию здесь. Похоже подсмок или... Да, подсмок, но на варде. Упс, бывает. Но знаешь, как бы не раз я видел смок вылазки, которые были сделаны на варде, но они заканчиваются фрагом. Хотя, казалось бы, все было спалено. Ну и, собственно, Роджер... Нет, жить будет. Не тот случай. У него еще очень много ХП. То есть у него сейчас не фулл перекачка, это 1160. И он сверху может себе долить еще порядка 540 ХП. И вот попробуй бей на такой минуте морфа с 1700. При этом сейчас он еще, видишь, собирает медальку и будет дополнительный дебаф развешивать. Ну да. Бронированный получится такой морфецкий. У него своего армора, да, будет около нуля за счет этой вот перекачки. Тоже не очень здорово, когда тебя бьет, например, Сларк. Да, главное, чтобы, ну, Сларк не использовал такого морфа, вот перекачанного, для того, чтобы стаков наворвать много. Потому что потом могут быть проблемы. Ну, кстати, Хрон мы сегодня ничего не видели от Вайдан. Он, в принципе, хотел поставить, но не сложилось с этим. И вот Шадоублейд уже готов у Сларка. Сларк, хорошо, 97 крипов, у него топный отверст на карте, даже включать вот фрагов под май не смогла. До таких же результата дойти, и вот прямо сейчас возможно этого Сларка где-нибудь в боте и не ждут, что вот он прямо на 12, уже СПТ-ШБ и Аквилы выйдет. Не готовы. Возможно, к такому флипсайту, я не вижу у них сентерей, проставленных заранее. И поэтому Сларк может стреляться и кого-то убить. Хотя вот этот вард хорошо стоит, но, к несчастью, он через 30 секунд кончится, если Сларк чуть раньше идет в ШБ, то его не спалят. Я даже переключил для себя Вижен. Вот он идет. И он вышел. Да, почти, кстати, Вижен. Ну, успели ли его прокликать? Ну, я не уверен, что прокликали, и идут. Они все здесь, но они ничего не видят. И Сларк и напал. На Ван Скоро напал в итоге. Ай, Ван Скоро успел, как скилл закинуть в Disruption. Пашел у Тимбэ неплохой, и отличный подкоп залетает. И в итоге уже минус 2 героя команды левелапа и Купол ставится. Санстрайк по Сидому и хватит ли урона. Мор вкатился и решил так вот просто отогнать отогнать от своей луны. Отогнал, развалил лицо сейчас еще и Вайгетскому подкоп отлично по Чизи, Чизи Таверну и вот он Ice Wall от Инвокера. Кстати, я вот припоминаю Ice Wall Инвокер с тобой порой не за... Вагг хотя бы их ставит. Ну да, хотя бы. Хотя бы так, хотя бы что-то. Но в любом случае 1 в 4 на 13 минуте при том, что... Что Сларк вот хорошо начал напал с ЧП и вот даут фу-у-у-у-у, что там в Инвизе и так далее, и так далее, и так далее. Не получилось реализовать и в принципе у нас Крэйзи вырывается на первую строчку по Нетворсу. У него счет становится 3-0-2 и полторы тысячи всего остается до покупки Аганима. Неплохо. Крэйзи, неплохо. На самом деле будет неплохо, если Морф дополнительно еще соберет себе Аганим, чтобы делать дупликейт какого-нибудь своих героев. Например, Нюкса. Три классных каста или, допустим, Патмы. Тоже. Будет реплика прыгать, давай допстрелую. То есть, как минимум, для скаутинга очень такая хорошая возможность. А прикинь, что там демо подсейв в куполе. То есть, там купа двоим, а ты хлоп-хлоп и двух спрятал, все засейвил. Как вариант, на самом деле неплохо. То есть, у тебя и так есть вот эта вот обузная штука ШД Луна, когда у тебя много иллюзий идут. По идее, да, с дупликейтами ты можешь делать еще две иллюзии сразу. Настолько же сильные. Ну, кстати, да, Дедерапшн тут тоже такой двойной еще и давайте сверху руну иллюзий найти. И нормально, и поехали. Так нет, погоди, погоди, ты на самом деле еще реплику можешь сделать, которая тоже иллюзий пойдет. И если тебе не очень хочется делать шаду демона, который связывает один и пропадет, ты можешь вместо двух иллюзий сделать одну сильную в виде дупликейта, которая еще и урон будет получать. Занижен, то есть дольше проживет. Ну, нормально, кстати. То есть, идея-то рабочая, на самом деле. Вот она. Я бы посмотрел, если бы... Кстати, вот вчера у нас тоже был матч, где была Патма у друзей, и вот ни разу они не использовали Абсерия Ют. Сларк потратил свой тартпак, и в итоге он из этого погиб. Да, вот так вчера была команда, которая ни разу не юзала ульт Патмы, чтобы вот кого-то где-то подцепить, кого-то как-то там пошел иклипс. Купить. По ПВНу тоже минус. Неплохо. 10-1 начинает у нас флипсайды, при том, что, ну, стадию ленинга все-таки вырыли левелапы, потому что, как бы, крипстаты и нетворцы были у них весьма-весьма внушительны, а... Нет? Нет? Ну, а потом выходит морф и дает тебе на 4 секунды стан. Все неплохо. Вот сейчас 4.25, с куллауна в 10. Вот и эрвойд на секунду ошибаешься. сейчас вот он не ошибся, хорошо, да, если успеют видеть, он скоро будет вообще шикарно. Но Маскоро не добили, Маскоро не добили, а там неплохо разминают двоих, подклижен был подкоп и минус два товарища. Команда левелапа убили лишь Шван Скоро, но нужно уже отступать, хотя он пришел сюда Сларкевич, и он готов, готов грызть, но давай же, давай же тычку, наконец-то, Седова, Седой очень битый и Седой в таверну, подкоп неплохой поведут, залетает, вводит в таверну, ну и Чиси понимает, что есть у него ультимейт, паунса нет и решил отступить. Но в лицо по нему ловит адаптив страйк. Ну, что в итоге? В итоге минус три у левелап и минус два изработали они больше с этими минус три, чем противники с минус два. Одни ушли в плюс 700, другие в плюс тысячу. Правда, все деньги ушли почти все. Ушли в агра, но тоже неплохо. Как ты видел, в драке, опять же, одного героя просто полностью морф выключает. Драк оставил четыре секунды и не смог. Да, все-таки морф хорош. Морф хорош. Да и Чиси стоит играть как-то по-соевой, потому что частенько бывают такие случаи, когда он дарпак поражал, а потом он на этом ловит. Не стоит рисковать. Да, и смотри, то есть у морфа сейчас много армора, у него много хп, поэтому они прямо сразу купили в него еще и гем. Теперь Сларку совсем тяжело будет жить, вот он дал, фу, что меня здесь видно. Бежал из-под нюкса, но тратит дарпак, опять его копают, есть стрела. Стрела в лицо, и тут точно минус. Ну, Чиси, Чиси, что с тобой? Забешь, забешь его на замену, забешь, а он теруинит. действительно. Он же только что вот здесь вот забежал, и стоя на месте у него работа ульта и перестала. Ну, он пинговал даже. Это значит, что он не зашел на вар, это значит, что кто-то в инвизе к нему пришел, его видно, и он пошел в подвышку, а не убежал отсюда. То есть очень странное решение. Ну да, еще и тартпак при этом прожал, чтобы крипов подформить. Получил дан в лицо. Неожиданно. Однако, кто бы мог подумать, что за подстава. Я только что спалил нюкс. Пойду поформлю. Действительно. Не фартанул немного. Пацаны, это подстава. Такого быть не должно. Это не я неправильно сыграл, это они жесткие. Так, ну что, по шмоткам, кстати, у нас уже здесь имеется. Седой у нас в Ифрам себе уже Яшу. Шачло. Ротту аганим, ну и морфетский, морфетский. 700 голды есть, 9 левел, что-то туда появится. Ну и ванскор хочет себе доформить арканы. Левелапы, ну ничего нового, вот кроме Вадверса, который появился на ворфе, из последних таких значимых артефактов ничего не зашло еще. Хорошего. Ну, кстати, там морф так вот пошел в смоках, на хосте, завардился, какие ворды поставил. И здесь поставил, и здесь поставил. Прям прям жестенький. Григорь, с крутым муси, да, и Крейзи, на самом деле, уже после аганима купил, шачелось себе свой аганим. Как теперь драться, когда нюкс просто не убиваем для твоих датай героев? Я не представляю. Какая-то смог вылазка, попытка хоть что-то сделать, какой-то фраг, реализовать купол, может быть. Ну, кстати, я так открыл графики, невзначай, и там 7500 преимущества и по голде, и по экспе за флипсайдами. Неплохо, неплохо. Ну, смог вылазка, похоже, не удалась. Левеллапов. То, что не удалось, да. Они пытаются. Ну, товара, хотя бы забрать, вот смотри, вот снизу, втроем просто флипсайд доставили вот там в лесу, около товара, а здесь еще два товарищей, то есть, как их поймать? Они же видят, что никого не на карте, плюс им сверху сларк где-то бегает, и то есть, они любо сущей не хотят по одному. Попинговали, но Чиси не зашел так глубоко, могли бы его здесь развалить довольно-таки быстро. Так, ну, бегает, сейчас увидит вард, скажет, что где-то вот здесь меня видно, да, вот сразу поморгал, сообщил. Ну, да. Ну, кстати, вот варды стоят целых четыре от флипсайдов, именно апсов, так там еще и сентрей кучу поставили. Именно вот по вардингу хороши флипсайды. Хороший сларк, когда он на него нападает со всех сторон. Вот Паунс, есть у него Шадоу Блейд, ну, тут вряд ли, вряд ли. Если его убьют, то это будет слишком уж странно. Ну, типа, Шадоу Дэнс поражал, да, еще и Шадоу Дэнс поражал. Зато жуту. Знаешь, это лучше, чем ничего, потому что в следующий раз он не выживал, и когда ты выносишь на 12-е себе ШБ ПТ Аквиллу, и потом играешь в 2-3. Тут повод задуматься, стоит ли экономить ульту, или лучше ее отдать. Дартпак стоит экономить. Дартпак стоит экономить. А то, как-то, две смерти, а то и все три были именно из-за этого. Не, одна смерть, давай, она была за то, что здесь наш фармил, это просто было до репо. И вот началось тут. И сели. По вайду, Вой там стоит, и, в принципе, потихоньку умрет, хотя не умер. Но все-таки неплохой, прошел эклипсы, ну, ранний, гравим на Вагомаму, никого не потеряли, айсвол поставил, отлично, Вагомама не плох. живцы в орел, но бегут дальше сейчас, ай-яй-яй, станы, наверх, но сбивают. А стрела, стрела пошла, да, попадает, ну, и Вагомама в таверну. Я думал, стрела сейчас полетит мимо, а там все-таки, как бы, очень они мобильные, вот этот морф, это под маздаггером и липом. Да-да. Доминатор, смотри, еще Луна себе забрала волка, и вот с этой аурой своей плюс волковской просто отправляются по центру. И вот-вот, они уже иллюзии, я прямо вижу. Большое их количество. И это только начало. Да. Купит плейнт бустер? Не купил. Загрейдил медальку. Нет, тоже неплохо. Такого гра умирает. Сула крест. У зверя. Да, может быть, сверятами, просто у них может уроны на них хватить. потихоньку, потихоньку убивают, а где был Кинзи? Да, а, у них первого левела грейм. Крест. У них вообще 7 уровень, у них не очень хорошо с уровнем. Сидравки по хпп в 10 тысяч, по голде в 10 тысяч. Еще стаки нашли. Может быть, тоже форма, для кого они стакли, пока непонятно, потому что хорошо формировали только луна. Она и вышла. Почему бы еще? Еще иллюзии, да, Старк купает себе саблю. Ну, луна довольна. Спасибо, обратите внимание. Еще бы, то есть, она борется за топа и Ленверс с подмой, ей такой царский подарок сделали. Еще бы она была недовольна. Вот, вырывается вперед. Да, ну, как-то левелапаем. не особо оправдывают свой инвайт пока, потому что они были заинвайчны, а летательники играли квалы, опыт квалы. Ну, ванскору убили, неплохо, наконец-таки, Сларк в Шотов Блэйде зашел и убил. Что? Да, я смотрю на Сларк, который знает, уже не первый раз бьется об иллюзии, что на нее паунс не работает. И атакуя иллюзию, ты еще не отличаешь частоты, то есть, у тебя не накапливается эссеншифт. Он сделал четыре удара по иллюзии, и у него не срослось, что стак в не набор, не накинулось, и использовал паунс. И то же самое он делал, выделяюсь, против нюкса в топе. Сколько там, минут десять ранее. Возможно, это причина ухода из КВУ? Ой, нет, это насларк. Вагомама, вагомам Нейдвокер, я все перепутал. Кстати, чести размяли, неплохо, но есть неплохой Грейм ставится, купол. Ты похоронил то, что ты, который мог бы уйти в паунс. Купол совсем не ахнитош. Там еще сгорел Огар в итоге, и битый ой, в лицо станчик, адаптив страйк, три пулки до седого. Ну такое! Золотой, золотой, в принципе, купол. то есть, вот все, уже спасли Сларка, он по качанию нажимает, руни дыгает, нужно взять его. Нечем, да, и тут говорят, нет, сори, купол. Ты мне катку руинишь, умри. Как в папчике, наказал, наказал своего тиммейта. Ну, он хоть как лучше, но получится как всегда. Сколько у нас лун бьет базу. Давай. Ну, пока немного. Я вижу 6. И это не предел. Уже 2. А сейчас будет снова 4. Да. Неплохо. Неплохо. Если шабузить, так с душой. Действительно. Центральный казар на сил тьмы разрушен. Да, как-то, конечно, это смотрится односторонне немного. У нас уже 15 тысяч. Да, да. Сейчас, возможно, будет подбайт на Нюкса. Подбайтеля. Подбайтеля на кучку. Подбайтеля. Передумали. Сейчас они еще на вардах постоят. Придет Морф, возможно, вард сломают. И надо бы, может, им на Рошан зайти. Противники без купола остались, они это знают. И самое время безболезненно для себя забрать. Стрела у Вайда в центре. Поморгали. Стрела оттуда. Катывается Морф, попадает. А тебе еще стал 5 секунд. 4,25. Постой, подумай. Еще Блиндаггер у Морфа появляется. Даже если будет угадываться, за 9 секунд он должен был догадаться, что что-то не так. Думаешь? Думаю, что да. Так, у нас реплика куда-то пошла. И Shadow Demon с ней он делает такие же сильные иллюзии с реплики. Поэтому Луне даже не нужно близко подходить к рожеской базе, чтобы получились эффективные иллюзии, которые что-то делают. Смотри, а не просто вот... Как-то там Крэйзи сейчас смок спалит еще сверху и вообще неудача постигнет команду Левел Апс. Задача. Смотри, поставили, что произошло, что это было. Непонятно. Еще и Light Shadow у нас от Flipside. Возможно, будет контролинциация. А, еще и Scan в Rush Pit. Ну... Ну и, в принципе, замыкаются под базой у нас Левел Апы. Попробовали выйти, не получилось в который раз, ну и вернулись. А там Рошан. Рошан второй, в принципе, можно его забирать. Аегис и, в принципе, вскоре появится еще и бабочка Луны, так что можно будет уже заканчивать эту игру. А вот и она. Да, вот и она. Родимая приехала. И теперь у тебя куча иллюзий Луны, которые бегут на тебя, и ты ничего не можешь с ним поделать. Вот я просто смотрю, вот... Проблемы. Зарг в панике. Ребята, что-то, что-то не то. Давай, Паунс. В иллюзию. И нормально. Так, там со страйк пошел. Проверили. Рошана пьют. Немного. А тут иллюзии снова. И сделать с этим ничего не могут. Потому что вот иллюзия с Марфа просто идет. Был бы любой герой, который может сломать иллюзии, уже было проще кто-нибудь леон, хотя бы Ребенка был гаун. Сейчас умрет, кстати, да, Зол? Он умрет, потому что Луна бегает до спины в фонтан. Хорошо, заявляет. Сейчас Марф может прилететь, своего забрать и... И уйти. На фонтан просто. Да. Неплохо, неплохо. Загнали, загнали. Забавно. Ну, забавно для всех, кроме Даззла. Он, бедняжка, как бы просто мимо проходила, там иллюзия была всего лишь. Его развалило. Что еще не смоги тратить? Игры. Они, кстати, могут вообще не подходить. Вот я не мог здесь стоять. Там кучка подъехала. Под комчик. Под Диндзи. Войд ворвался. Купол на Роджера. Зарян, он перекачивается. Ну, возможно, убьют, но не сегодня. 4 секунды. Сан, Роджер. Да. Бой жить не будет. Старк пошел воевать. Ну и, собственно, один против всех не по шансам трипл килл для Седова и ГГ-ВП. Неплохо сыпи на флипсайты. Молодцы. Жестко, жестко. Я представляю, что просто они были не готовы к морфу такому. И что потом в какой-то момент начался разнос куча иллюзий. Если бы вот на 12-й минуте выход Сларка получился, если бы они сыграли в плюс себе, они бы могли здесь подраться. Если вот они смогли бы, я не знаю, там, 4 в 1, 5 в 0 поменяться, вот как-то так, заиметь преимущество, забрать пару вышек, прижать противника к базе, то в такой ситуации морф не очень хорошо себя дальше показывает, потому что ему надо как-то убивать, а ты не можешь убивать, если противник тебя давит. Но вот в такой игре просто не отпустили. Молодцы. Ну да. Это у нас только первый матч, у нас формат Best of 3, так что как минимум еще одна, а то и две карты у нас будет. Не отключайтесь, скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok